Чтобы весной тающий снег не подмочил репутацию коммунальщиков, об исправной работе ливневой канализации задумываются уже сейчас. По словам руководителя городского департамента благоустройства Евгения Реймера, ливневки в Самаре изношены на 70%. Глава города Дмитрий Азаров уточнил, к какому сроку планируется завершить работы в самых проблемных районах Самары. Как дождик пройдет, вы в Кировский район сразу езжайте и покатайтесь. Вот эти проблемные точки, я понимаю все про экологическую нагрузку. Я вас спрашиваю, именно там, где наибольшие проблемы сейчас. Там, например, приезжайте, жители просто уже выживать не могут. Поселок Восточный, 13-й год, поселок Магистральное, Литвиново, Макаренко, Восточный поселок, 13-й год. 3,1 километра, Тыщевка, где вот это собирается, вся зубчининка, где вы говорите, до выпуска в металлургические, вот это, в обратно. Да, 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 именно. В этом году продолжится работа и по озеленению города. Принята целевая программа озеленения территорий городского округа Самары до 2017 года. Планируется высадить новые деревья, установить современные поливочные системы. Особое внимание пухонесущим тополям. Многие деревья в ветхом состоянии представляют угрозу для горожан. Многие тополя были высажены без соблюдения санитарных норм, что приводит к затенению квартир, снижению инсоляции, разрушению фундаментов, кровли, коммуникации. Тополиный пух является фактором повышенной пожароопасности на территории городского округа. В планах городского департамента благоустройства убрать около 9 тысяч старых тополей. На их месте посадят новые саженцы деревьев, более благоприятных для городской среды. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, ГИС События.